друзья всем привет меня зовут наталья носова и я рада приветствовать вас на канале дарвиновский музей дети и как обычно сегодня я отвечу на просьбу одного из наших подписчиков рассказать об очень необычной птицы птицы называется гаоцин что это за птицы что не такого необычного но начнем с того что гаоцины живут исключительно в южной америке встречаются они в бассейне оренок а также северной части амазонии птицы эти живут у водоемов как правило они держатся на деревьях на довольно низких спускающихся к воде ветках птицы эти выглядят очень необычно у них довольно яркое красивое оперение размером они ну примерно с фазана около 70 сантиметров в длину и весь это около 800 900 грамм то есть меньше килограмма оперение у них очень эффектно у них достаточно яркие перья у них бордово-красные глаза а вокруг глаз участок кожи голый вишеный перьев и он ярко голубого цвета длинные широкие крылья широкий хвост ну и конечно очень важный признак отличающий этих птиц это эффектный хохол на голове довольно большой из перьев когда впервые ученые описали этих птиц описал их в 1776 году немецкий зоолог филипп мюллер то он отнес их курообразным но и не случайно ведь они действительно похожи ну наверное своей необыкновенной яркостью но впоследствии оказалось что курообразного не имеет никакого отношения и ученые пытались их пристроить в разные другие семейства например сближали их с кукушками но оказалось что эти птицы настолько особенные они настолько необычные не похожие на остальных птиц что для них создали даже отдельный отряд представляете отряд семейства и всего один единственный вид и так выглядит гаоцины необычно и вообще своим внешним видом они мне напоминают обитателей каких-то древних доисторических лесов у этих птиц очень необычная диета это пожалуй самая выдающаяся в чертах это единственная птица которые по своему питанию напоминают коровы и утаж так называют птицы корова или летающая корова дело в том что птицы эти питаются исключительно растительной пищей и в основном эта пища состоит из листьев вот также они могут поедать и плоды могут поедать и цветки но все-таки преобладает листва листва это не самый питательный корм прямо скажем и это корм который не слишком-то обычный для птиц согласитесь то есть все-таки чаще если даже птицы и питаются растительной пищей они могут быть зерноядны например а вот листья это такая пища из которой довольно трудно извлечь питательные вещества у коров для этого есть сложный желудок в желудке есть специальный отдел называется он рубец в котором происходит ферментация растительности ферментация происходит довольно долго происходит это благодаря особо микроорганизмам которые живут в их желудке так вот интересно что гаоцин тоже пользуется таким же способом переработки пищи у них правда не трубца у них желудок устроен гораздо проще но зато у них есть огромный огромный зоб представьте себе что их зоб это утолщение пищевода занимает примерно одну седьмую всего объема тела он действительно просто гигантский особенно когда он наполнен листьями он еще и тяжелый листья там ферментируются достаточно долго и для того чтобы удерживать на ветке вертикальное положение гаоцины как правило садятся так чтобы грудью опереться на какую-то впереди растущую ветку там даже есть специальное кожное утолщение напоминающую мозоль также как и и у жвачных животных ферментация происходит с помощью различных микроорганизмов это различные бактерии которые могут разлагать целлюлозу то есть зоб он вообще абсолютно выполняет ту же функцию что и например желудок у коров и он является такой настоящей камерой для ферментации в которой обитают бактерии а также простейшие жгутиконосцы которые перерабатывают целлюлозу и помогает извлекать из действий в питательные вещества но даже несмотря на помощь различных микроорганизмов конечно все равно пищи это скажем прямо большой питательностью не обладает поэтому потреблять ее гаоцину нужно очень много у гаоцина возникли и другие приспособления которые связаны с особенностями питания поскольку зоб у этой птицы очень большой то соответственно он занимает большую часть грудного отдела и это привело к тому что у него недостаточно хорошо развиты летательные мышцы а также довольно сильно уменьшен киль вырос грудиной которому летательные мышцы у летающих птиц крепится поэтому конечно гаоцина хорошим летуном не назовешь он может перелетать но как правило прилетает на очень небольшие расстояния но примерно 300 400 метров полет его не сказать что очень изящный но все-таки большей степени он передвигается наступая лапами на ветки но в общем-то особенно и летать ему далеко нет никакой необходимости потому что еда находится буквально у него под ногами на тех самых ветках на которых он сидит у гаоцинов очень необычные птенцы но прежде чем поговорим о птенцах давайте поговорим вообще о социальном устройстве у этих птиц как у них устроено взаимоотношение гаоцины как правило живут группами вне периода размножения эта группа может быть достаточно большой в нее может входить около ста или даже больше животных разного возраста разного пола но а в период размножения гаоцины делятся на пары у каждой пары есть своя территория которую они защищают но интересно что вместе с этой парой живет как правило несколько других птиц которые являются помощниками воспитателями подрастающих птенцов кстати мы сравнивали гаоцинов с фазанами говорили что они похожи но у фазанов самец и самка очень сильно друг от друга отличаются внешне это явление называется половым диморфизмом а вот у гаоцинов самца и самку практически невозможно различить они очень похожи у них половой диморфизм отсутствует гаоцины откладывают небольшое количество яиц чаще всего это два яйца иногда бывает 3-4 но это редко далее они по очереди самец и самка насиживают эти яйца из яиц вылупляются совершенно фантастические птенцы ну я уже говорила что гаоцины чем-то не напоминают жителей каких-то древних доисторических лесов но если взрослые гаоцины все-таки не так сильно похожи на каких-то древних животных то их птенцы это вообще какая-то фантастика вообще как правило птенцы у птиц разделяется на два типа выводковые и птенцовые выводковые птенцы появляются на свет уже вполне сформированными с открытыми глазками с хорошо сформированным оперением таким детским и как правило они уже чуть-чуть только обсохнув буквально через пару часов способны следовать за своей матерью случае если это птенцовый тип птенцов то они наоборот рождаются абсолютно беспомощные слепые практически голые и нуждаются в длительной заботе родителей а вот у гаоцинов птенцов невозможно отнести ни к одному ни к другому типу они не такие активные как у поводковых птиц но тем не менее все таки они рождаются покрытые редким пухом у них открыты глаза но в принципе большую часть времени если все нормально и вокруг нет никаких опасностей они проводят сидя в гнезде гнездо гаоцинов очень простое напоминает но наверное гнездо вороны это такая платформа из небрежно набросанных на ветки каких-то палочек гаоцины пользуются гнездами довольно долго они пользуются ими по несколько лет периодически подновляют гнездо если она нуждается в таком легком ремонте птенцы большая часть времени проводят в они спокойненько там сидят родители периодически их кормят чем кормят родители птенцов а кормят тем что едят сами они отрыгивают им эту самую пищу которая уже прошла ферментацию вот эту вот растительную массу и с помощью этой массы выкармливать своих птенцов поскольку пища это крайне не не питательная то птенцы кооцинов растут довольно медленно и вот птенцы кооцинов имеют совершенно потрясающие приспособления для того чтобы выжить случае какой-то непредвиденной ситуации или опасности если вдруг рядышком появляется какой-то хищник ну например змея или какая-то дикая кошка то птенцы кооцинов могут быстренько попробовать перебраться из гнезда на какие-нибудь соседние ветки для этого у них на крыльях есть хорошо сохранившиеся пальцы представьте себе для других птиц это не характерно на каждом крыле птенца гаоцина есть хорошо заметные довольно крупные подвижные пальцы снабженные такими солидными когтями и случае опасности они быстренько быстренько забираются на другие ветки перебираются на другое дерево например но если не удается таким образом избежать опасности у птенца гаоцина есть еще запасе один трюк случае если не удалось спрятаться от опасности то он смело прыгает в воду ну а потом плывет обратно к своему родному дереву чтобы забраться в гнездо оказывается птенцы гаоцинов очень хорошо плавают и таким образом нередко избегают нападение врагов интересно что у взрослых гаоцинов во-первых отсутствуют когти на крыльях то есть постепенно по мере того как птенец растет на это уходит достаточно много времени его пальцы уменьшаются в размерах и затем превращаются лишь едва заметные бугорки на крыльях и также взрослый гаоцин утрачивает увы способность к плаванию но она ему видимо уже не особенно и нужна гаоцины как я уже сказала птицы очень общительные они сдают множество разных звуков эти звуки правда не слишком мелодичные наверное для нашего уха не очень приятные они могут напоминать какой-то крик похрюкивание виска и прочие всякие не слишком то для нашего уха приятные звуки но звуки эти слышны издалека и они совершенно необходимы этим птицам для общения потому что птицы такие достаточно социальные ну и птиц это довольно симпатичная но эту птицу часто называют птица вонючка и действительно гаоцин это наверное самая вонючая птица из всех птиц пахнет она совершенно явственно свежим коровьим навозом связано это со способом питания птицы то есть вот эта вот ферментация листьев которые происходят в зобе птицы вызывает вот такой вот довольно сильный запах и этот запах с одной стороны может быть нам не сильно приятен с другой стороны он также уберегает эту птицу от различных опасностей поскольку даже местные жители не охотятся многооценов из-за неприятного запаха который от них исходит этот запах исходит не только от самой птицы но и даже от ее мяса поэтому видите неприятный запах это не всегда так уж и плохо иногда он может тебя защитить долгое время считалось что гаоцина это такая особая ветвь птиц современных которые очень рано отделились от общего эволюционного ствола птиц и поэтому сохранили некоторые черты свойственные их древним предкам но в данном случае я говорю о пальцах на крыльях у птенцов но впоследствии оказалось что нет есть другие птицы другие отряды птиц которые отделились значительно раньше ну например карообразный достаточно древний отряд как же так получилось что у других птиц не сохраняются пальцы а вот птенец гаоцина ну такой знаете прям практически археоптерикс если вы на него посмотрите считается что ген ответственный за формирование пальцев на передних конечностях птиц на крыльях никуда не девается просто этот ген перестает у других птиц работать он является спящим а вот у гаоцинов генетическая программа которая запускает формирование пальцев она пробудилась она опять работает и этот признак оказался очень полезным для выживания в данных конкретных условиях в условиях тропиков в условиях улажных тропических бассейнов рек амазонки и оренока я не знаю как у кого у меня например название этой птицы гаоцин очень ассоциируется с названием прекрасного цветка гаоцинт имеющего потрясающий совершенно запах но вот запах гаоцина он совсем другой кстати гаоцина вы можете увидеть сейчас на выставке в нашем музее выставка называется 100 удивительных животных и конечно гаоцина одно из самых удивительных животных которые можно увидеть нашем музее так что приходите и сами посмотреть и удивитесь ну что же друзья пожалуй на этом все пожалуйста не забывайте подписываться на наш канал не забывайте в комментариях писать нам свои новые вопросы мы с удовольствием постараемся снять интересное видео по вашему вопросу и приходите музей мы всегда рады встречи с вами всем хорошего дня пока